Алексей Чекунков осмотрел результат федерального проекта «Тысяча дворов», а также узнал, как работает индустриальный парк «Авангард», возведенный на территории опережающего развития Хабаровск. С подробностями наши корреспонденты. Для деток они тут в очередь выстраиваются, чтобы на одной карусельке покататься. На Суворово 69 появился не просто двор, а целый парк. Носит, как и сама улица, имя великого полководца. На территории раздолье для детей разного возраста и качели, и карусели, и спортивная коробка для спортсменов. Турники для взрослых тоже есть. В прошлом году двор вошел в программу «Тысяча дворов на Дальнем Востоке», которая появилась по инициативе полпреда президента Юрия Трутнева. Стоимость работ составила почти 36 миллионов рублей. В прошлом году 53 таких двора. Всего 160, 53 ровно третьих Хабаровск, всего 9 городов Алексея Леонидовского. Пришло понимание у собственника, что это их именно парк. Не просто территория отдыха, а парк, где надо вести себя подобающим образом. Не сорить, не курить. Площадку осмотрел министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По федеральной программе в Хабаровске уже построено более 50 площадок. Многие из них появляются там, где прежде не было никакого благоустройства. Спасибо за то, что жители, и вовлекли их. Спасибо жителям за активную позицию. Самое главное, что жители, они продолжают дальше, они выходят в рекламу, и на эти деньги делают видеонаблюдение. Чтобы закончить их в полном виде, подключаем программу «Безопасный город». Все 24 часа можно было наблюдать, что происходит. Министр посетил стратегически важный объект для города и края – индустриальный парк «Авангард». Возведенный на территории опережающего развития, сейчас он включает в себя несколько предприятий. Всего здесь работают 15 резидентов. Среди них круглогодичные теплицы, логистические центры. Еще один возведет до конца лета один из крупнейших маркетплейсов страны «Озон». В 2019 году здесь открылся завод упаковочных материалов, где производят пластиковые стаканы, контейнеры, бутылки для предприятий всего Дальнего Востока. Часть сырья, из которого идет изготовление продукции, шла с Китая и до сих пор идет. Но импортозамещение начинает работать. Преформа для бутылки идет из российского сырья с Приморья. То есть это уже замещение прошло. Изготовление стаканов идет покупная из двух видов сырья – китайского и белорусского. Алексей Чекунков осмотрел теплицы. Овощи в них растут круглый год. Однако весной урожай больше из-за все более пригревающего солнца. Жители отличают местные продукции, понимают, что это свое непривозное. Сильно отличаются от всего остального. То есть вопросов со сбытом нету, конечно. Оно возникает на местном уровне, конечно. Но решаем. Я хорошо помню этот проект. Он у нас пионером был во всех смыслах. Поэтому будем надеяться, что успехов вам. Анастасия Незнанова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.